Китай для Востока – то же, что Греция для Европы, колыбель культуры и хранитель основных традиций. В Китайском зале Государственного музея искусства народов Востока находится более шести сотен предметов. Многое из того, чем мы пользуемся в современном быту, изобретено в Китае – шелк, бумага, чай, тушь. Самые древние тушечницы были изготовлены в четвертом тысячелетии до нашей эры. Калиграф должен быстро закончить письма, одним ударом. И, соответственно, в Китае движение калиграфа обычно сравнивали движением тигра или льва. То есть одним ударом, одним движением он должен был создать образ. Пожалуй, самое великое изобретение Китая – это фарфор. В переводе с персидского – фар – сын, а фур – бог. Таким образом, фарфор – сын бога. Тысячу лет китайцы были монополистами в этом производстве. Вот эта чашка – символ китайской государственности. Изображенные на ней драконы пятикогтистые. Число пять для китайского искусства имеет особое значение. Это пять сторон света. Это пять добродетелей, коим должен обладать каждый добродетельный муж. Это символ китайской императорской власти. Такой же дракон изображен и на классическом костюме китайского императора. Желтый – это цвет последней правящей династии. Простые люди не могут использовать его в своей повседневной одежде. Символы – ин и ян. Вода – это ин, символ женского начала. И гора – это символ ян, мужское начало. Это и составляет основу мировой гармонии. Вот в этом китайцы считают причиной тысячелетней устойчивости китайской империи. Конфуцианство – это не религия, это этика, мораль и политика. Согласно легенде, Конфуций написал девять книг. На самом же деле – только одну – Луньюй. Остальные – это лишь собранные воедино различные знания, известные и до него. Среди них – книга ритуалов, где описано, как должен себя вести китаец в различных жизненных ситуациях. Для того, чтобы правильно определить линию поведения, нужно выяснить ранг человека. Для этого существуют буфаны или знаки отличия, специальные нашивки на одежду. Для человека очень высокого уровня обычно китаец при поклоне руку поднимал почти на уровне головы. Вот так вот поднимал. А для царствующих особ, для императора и приближенной, естественно, предусматривают совсем другие поклоны. Тогда, как и во всем мире, челом об пол. Это так называемые дьявольские шары. Удивительно, но это произведение искусства выполнено из цельной кости. Никаких склеек и швов. Китайские мастера удивляют своим мастерством. В отличие от японских, они не стараются показать красоту самого материала. Они создают из него самые необыкновенные вещи. Мария Бодрягина, Мурат Кучмезов, телекомпания ТВЕ.